МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это наши новости в студии. Татьяна Голубева, здравствуйте. Сегодня ровно год с момента пожара в Кемеровской зимней вишне. Трагедия тогда не оставила равнодушными никого. Барнаульцы не просто сочувствовали и сопереживали соседям по региону, они боялись посещать торговые центры. А власти края по требованию Генпрокуратуры инициировали проверки в местах массового скопления людей. В городах региона были временно закрыты крупные торговые центры. Проверки продолжаются до сих пор. Кое-где нарушения все еще лишь устраняются. С подробностями Дарья Эдемиллер. 60 погибших, среди которых 37 детей. Чтобы на Алтае такого не было, бывший губернатор Александр Карлин поручил главам муниципалитетов проверить пожарную безопасность в торговых центрах края. Первым тогда проверку не прошел Бийский ТРЦ «Воскресенье». Комиссия выявила серьезные нарушения. Его закрыли 14 апреля. Уже 27-го он вновь начал принимать посетителей. Нарушения оперативно устранили. В Барнауле под прицел прокуратуры первым попал район. Открыли его лишь через месяц. 27 апреля закрыли Гулливер. Прокуратура позволила возобновить работу центра 23 мая. Почти три недели простаивал без посетителей один из крупнейших центров Барнаула – арена. Мы редко ходим. Ну, конечно, есть какой-то страх небольшой уже появился. Я не посещаю их в принципе. Нет. А почему не боитесь? Почему мне страшно? Я ориентируюсь в пространстве. Есть опасения. А мне же стали посещать их? Нет. Я их почти и так не посещаю. А это уже мнение горожан относительно другого торгового центра. 12 мая посетители не смогли попасть в Россию. Бывшие кинозалы переоборудованы для торговых целей. Но требования пожарной безопасности к зданию повышены. По документам, Россия все еще кинотеатр. Открыли Россию уже 22 мая. Но проверки не закончились. 14 мая свою деятельность приостановил торговый центр праздничный. По экспертизе, там они также выявлены нарушения, несут угрозу жизни и здоровью посетителям, сотрудникам, предпринимателям, части касающихся нарушений. Нарушен монтаж, системы оповещения, сигнализации и системы пожарных решений. Праздничный был на замке тоже почти месяц. А спустя почти полгода закрыли геомаркет. Это было 23 декабря. Суд позволил возобновить его работу через месяц. Серьезнее всего, правила пожарной безопасности были нарушены во дворце зрелищ и спорта. Он стоит закрытым с 8 августа 2018 года. Там выявили 16 нарушений. Апелляции владельца здания Крайсовпрофа суд отклонял. Решение железнодорожного районного суда 9 октября 2018 года оставить без изменения апелляционную жалобу ответчика Алтайского краевого союза организации профсоюзов без удовлетворения. Сейчас дворец зрелищ и спорта выкупил Михаил Дроздов. Барнаульский бизнесмен, владелец Карандин-арены. Он начал реконструкцию здания с устранения предписаний, вынесенных сотрудниками МЧС. Первым заменят деревянные пожароопасные конструкции на потолке. Открыть самую крупную концертную площадку края планируют осенью. Дарья Демиллер, наши новости. Надеемся, что дворец спорта будет абсолютно безопасен для посещений. У владельцев еще достаточно времени на проведение ремонтных работ. А изменилось ли отношение барнаульцев к посещению торговых центров спустя год после Кемеровской трагедии? Сегодня мы спросили их об этом и вот что услышали. Старшую дочь уже в кино вообще перестали водить. Ну, как-то вообще стараемся всей семьей на нижних этажах. Страшно, да, действительно стало. Уже присматриваемся к своим новым торговым центрам. Особенно если те, которые закрывали на какие-то доработки, уже вообще перестали ходить. О безопасности стали думать больше, но и до этого торговые центры считали не слишком безопасным местом. В Барнауле у нас все в порядке. Это у них там, в Кемерово. Или где? В Кемерово, да? Ну, что-то не так было. Ну, товарища запоймали вроде уже. Присвали назад из Испании, да? Когда находишься, допустим, в кинотеатре, то задумываешься о том, где выход. И задумываешься о том, почему они все-таки находятся на верхних этажах. Есть такие ощущения. Ощущения. Особенно, когда на высокие этажи поднимаешься. Четвертый, третий этаж. А где что будет, все будет? Ну, конечно, конечно. Любой человек, мне кажется, нормальный человек будет бояться. Смотрим уже, лестница открыта, закрыта. Как планировку оцениваем тоже. Эта болезнь далеко не всегда заканчивается трагично. С ней успешно борются. Речь о туберкулезе. Врачи говорят, что число больных в регионе снижается. Но вместе с тем растет количество тех, кто отказывается делать прививки. В том числе, всем известное МАНТУ. Так что мешает Алтаю в борьбе с туберкулезом выйти на европейский уровень, выяснял Андрей Дреер. За год один больной заражает 6 человек. Но если вовремя выявить носителя инфекции и оградить его от контактов, то новых больных туберкулезом не появится. В этом специалисты уверены. Туберкулез был и остается заболеванием социально неодобряемым. Многие больные и сами признаются. Они не паркуются рядом с этим диспансером, чтобы остаться максимально анонимными. И эти машины, которые вы видите здесь на парковке, скорее всего, принадлежат либо медперсоналу, либо местным жителям. Хоть и боятся за репутацию, но все же приходят и лечатся. Заболеваемость туберкулезом, как говорят врачи, в крае снижается. На сегодняшний день снижение заболеваемости взрослого населения произошло на 2,7%. Смертность снизилась на 4,5% от туберкулеза. На сегодняшний день профилактическими осмотрами охвачено 8,5% населения Алтайского края. В целом по стране этот показатель 7,7,3%. Флюрографический осмотр люди стали проходить чаще. Здесь есть заслуга и руководство предприятий, которые теперь специально направляют сотрудников на обследование. Постоянный мониторинг – лучшая профилактика. Если не выявить вовремя заболевание, то, извините, заболевание выявится на вскрытии. Поэтому пройти флюрографию доза облучения 0,01 милизиверт – это доступно всем, это доступно каждому. Профилактика туберкулеза – это просто здоровый образ жизни. Главное бросить курить и меньше волноваться. Стресс, иммунитет ослабляет. Лучше предотвратить, чем лечить. Тем более лечение туберкулеза – вещь очень дорогостоящая. Например, одна баночка таблеток, которую сейчас держат в руке фтизиолог, стоит 800 тысяч рублей. Это на одного человека. На этот препарат подъявляются деньги Москвой. То есть он приходит даже не деньгами, а он приходит именно к коробочке. Оно применяется для больных, на которых препараты основного ряда не действуют. В прошлом году в крае таких было 133 человека. Самый лучший способ уберечь себя от туберкулеза, говорят медики, – прививки и проведение эпидемиологических проб, манту и диаскин-теста. У нас в последние годы, если ребенок умирает от туберкулеза, это ребенок непривитой БЦЖ в роддоме. И это мы уже имеем на многочисленных примерах. Потому что если у него тяжелый менингит, допустим, генерализованный туберкулез, в первую очередь мы выясняем, а прививался он? Нет, не прививался. А иммунологические пробы делались? Нет, не делались. Прививка не защищает от заражения. Но если привитый человек все же подцепил туберкулез, то болезнь протекает значительно легче. Единственное оправдание – не прививаться, уверены специалисты, должно быть показания, а не соображения идеологические. Но количество отказников от прививок растет. В 2017 году в Крае их было около 1800, в 2018 – почти в два раза больше. Как говорят врачи, это один из немногих факторов, который пока мешает нам приблизиться к уровню Европы по заболеваемости туберкулезом. Кстати, для справки. В Италии вопрос решили просто. Детей без прививок или данных иммунологических тестов просто не берут в школы. Андрей Дрейр, Андрей Печоркин. Наши новости. Продолжим уже завтра. Сотни барнаульцев, которые пользовались транспортными маршрутами номер 33, 77 и 121, могут пойти на работу пешком. Сегодня последний день, когда на этих направлениях работает прежний автоперевозчик. Он проиграл конкурс. Но выигравшую у него компанию не пропускают антимонопольщики и суд. По их мнению, предприятие выиграло конкурс с нарушениями. Анастасия Дороган продолжит. До 25-го. А потом что? А потом все. Закроют маршруты или что? Да. Маршруты не закроют, а вот пассажироперевозчика «Газтранс» с них просят уйти. Компания, которая курировала три направления – 33, 77 и 121 – проиграла конкурс на это право по весьма странным, как считают сотрудники, причинам. Например, видеокамеры в салоне подключены не были. И хотя это не прописано в положении, комиссия посчитала это нарушением. И отдала победу «Транслайну». Компании с официальным штатом в четыре сотрудника и действующими автобусами в других муниципалитетах. Из-за споров компании городской комитет накануне провел еще один конкурс на перевозку. Завтра уже должен кто-то выехать на маршруты. Вот на сегодня, на час дня, мы не знаем, кому выдано свидетельство. Но опять же, руководствуемся только слухами, что снова победил «Транслайн». По условиям этого конкурса, как и предыдущих, комиссия провела осмотр автобусов компании. Это автобусы пока действующего перевозчика «Агаз-Транса» 33, 77, 121. По словам его работников от «Транслайна», на комиссию зачем-то пригнали машины с бийского маршрута 55. Оказывается, с 21 марта в Бийске его нет. Наряду с автобусами из Наукограда здесь заметили и транспорт бурнаульских направлений – 120, 58 и 59. Ты на каком маршруте? На 59. А у вас что, маршрута сняли, что ли? Ну! Чтобы показывать? Ну, за... И что, сегодня там что, полмаршрута нет у вас, уехать никто не может, да? Ну, вижу, всех, всех. Выходит, эти маршруты идут в счет будущего автопарка «Транслайна» и 59 маршрут сегодня, завтра станет, например, 33. Третьим. Этот и еще ряд вопросов мы адресовали в городской комитет по транспорту. Остается неясным, и какая компания будет обслуживать маршруты. Антимонопольная служба и суд посчитали победу «Транслайна» в конкурсе прошлого года незаконной и предписали приостановить действие, выданного ему свидетельства. Этого не сделано до сих пор. А прежний перевозчик «Агаз-Транс» без документов зайти на маршрут не может. Так что завтрашнего дня обслуживать три направления, по сути, никто не имеет права. Анастасия Драган, Александр Антропов. Наши новости. А теперь о приятном. Алтайские артисты покоряют московского зрителя. Сегодня молодежный ансамбль песни и танца Алтая представит два спектакля балета «Шукшинский жил человек» и «Дом у дороги» по поэме Александра Твардовского. Сейчас наши артисты репетируют на сцене Малого театра. Концерт начнется в 19.00 по московскому времени. Накануне в Государственном Кремлевском дворце наши артисты уже представили алтайское творчество. Наш ансамбль выступил на Всероссийском фестивале народного искусства «Танцуй и пой, моя Россия». На этих кадрах они вместе со всеми участниками концерта исполняют гимн фестиваля. Наши артисты представили два номера. Вместе с Олегом Ивановым исполнили песню «Золотой Алтай». Также зал «Тепло» принял хореографическую постановку «А у нас на селе». Надо сказать, что это было первое выступление на сцене Государственного Кремлевского дворца. Фестиваль подарил возможность встретиться на одной площадке с лучшими коллективами страны. И зал был полон. Шесть тысяч зрителей внимательно следили за артистами, принимали всех очень хорошо. Всего в творческой делегации Алтайского края более 30 человек. Завтра они планируют встретиться со студентами филологического факультета РУДН. Беседа будет посвящена 90-летию со дня рождения Василия Шукшина. Напомним, что в 2017 году там была открыта именная аудитория писателя. Танцевать и петь их не учат. Хотя, думаю, и это они могли бы легко освоить. А пока осваивают рабочие профессии. В разгаре очередной сезон, ставшего популярным конкурса, журналист меняет профессию. Больше 60 работников прессы пробуют себя в качестве пожарных, кинологов, флористов, даже лесорубов. Наш коллега Илья Кочетков решил освоить азы так называемого сухого строительства. Проще говоря, научиться работать с гипсокартоном и уже готов поделиться впечатлениями и полученными знаниями. Да уж, это не то же самое, что бумагу резать, да? Ну, оригами только железное. Ни кочегары мы, ни плотники, хотя могли бы ими стать, а простые гипсокартончики. Хотя уже буквально с первых шагов понимаем, дело не такое уж и простое. Важно и глазомер хороший иметь, и знать некоторые нюансы. Между профилем и, скажем, полом обязательно должна быть вот такая линия изоляции, чтобы не поддувало и вибрация бы не повреждала стенку. Гипсокартон для обычного человека – это что-то легонькое и не очень серьезное. Вот кирпичная стенка, говорят многие, другое дело. Но, как нам объяснили преподаватели, правильная гипсокартонная конструкция и шум пропускать не будет, и воды не побоится. Важно четко следовать технологии и выбирать правильный материал. Гипсокартон гипсокартону оказывается рознь. Вот, например, этот обычный знакомый многим серый. Но его можно использовать только в обычных помещениях. А, к примеру, на кухне надо использовать вот такой зеленый, который может выдерживать повышенную влажность. Увы, объяснили нам, многие стараются сэкономить и используют тот же самый серый на кухнях, а то и в ванной. Вообще, сами журналисты говорят, на стройку теперь может работать и не пойдем. Но в строительных делах точно разбираться будем лучше. Это можно применить в плане какого-нибудь возможного расследования. То есть мы выходим на какой-нибудь объект, который строится, допустим, по федеральной программе или еще какой-нибудь, и уже смотрим своим наметанным глазом, что вот тут правильно, вот тут неправильно. И, собственно, куда деньги-то уходят. Но прежде чем оценивать других, журналисты сами должны будут сдать экзамен. Он состоится в мае. В нашем случае итогом станет полноценная гипсокартонная конструкция, выполненная по всем правилам. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. Через пару минут расскажем о погоде, а пока узнаем о том, как можно поправить материальное положение благодаря собственному жилью. Ведь, оказывается, ваш дом – это не только крыша над головой и уют. Далее подробнее. Сломался автомобиль или из-за больших процентов накопился долг по кредиту. Ситуации могут быть разные, но что делать, когда требуется внушительная сумма, например, с шестью нулями? В этом случае Банк Восточный предлагает решение – кредит под залог недвижимости. Кредит под залог недвижимости в Банке Восточный позволяет оформлять до 15 миллионов рублей наличными на длительный срок и по достаточно низкой ставке – от 9 и 9 процентов годовых. В итоге клиент получает удобный для себя платеж и решение своих финансовых вопросов. При этом вы будете по-прежнему жить в своей квартире и планировать дальнейшие приобретения, будь то отпуск, ремонт автомобиля или жилья. Практика показывает, у любой проблемы найдется решение – достаточно знать, где его искать. Иногда выходом может стать обращение в банк за нужным кредитом. Ну а теперь о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Замените свой обычный чай на чай «Эвалар Био» из целебных трав Алтая. В чаях «Эвалар Био» – вся природная сила Алтая для вашего здоровья. Спрашивайте в аптеках. На большей территории края пасмурно. В Бийске, Рубцовске, Олейске и Белокурихе до 4 выше нуля. Чуть прохладнее в Заменогорске и Тальменке до 2 тепла. В Барнауле в ночное время до минус 5, днем малооблачно и до 4. А у меня на этом все новости. До встречи.